МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот и в 70-е, 80-е годы прошлого века в Советской России происходит нечто уж совсем удивительное и неожиданное. С начала 70-х над страной как будто начинает летать музыкальный ангел. Он дудит в свою золотую трубу, собирая всех под свод своих небес. И вот уже все большее количество музыкантов, композиторов, исполнителей идут на его зов, чтобы к концу десятилетия превратить звуковой мир страны в удивительный по мелодизму и художественной оригинальности праздник, художественной и метафизической гармонии. Музыкальная культура несла с собой и кинематографическую. Как это происходило, нам расскажет киновед, историк кино Александр Шпагин. Попросим. Здравствуйте. Я всю жизнь думал, что новые времена, времена 70-х годов, ну, конечно, они начались не сразу с 70-го года, они начались с конца 60-х, и начались они, конечно, с музыки. Но я был уверен всю жизнь, что все это музыкальное великолепие – Рыбников, Гладков, Журбин, Дашкевич, Дога, Градский, Максим Дунаевский, Тривердиев, так далее, так далее, Шварц – это все дети мюзикла «Иисус Христос Суперстар». Всю жизнь я был уверен, что вот это вот действительно Андрей Луид Вебер открыл этот клапан, началась нового типа музыка, ведь действительно до этого все вышеназванные композиторы, или почти все в 60-е годы в основном писали просто плохую музыку. Если бы вы слышали, что писал Гладков на слова Энтина в 60-е годы для Анофриева, это слушать невозможно, это кошмар божий, никто не помнит этих песен и так далее. Шварц писал какую-то совершенно такую однообразную, неинтересную музыку, ну, только Тривердиев там начал, ну, единственный в 60-е годы, а эти… Ну, оказывается, все началось не с «Иисуса Христа Суперстар», а все началось с бременских музыкантов, которые появились за год до «Иисуса Христа». А как они появились, это загадка. Энтин был друг Гладкова, он работал музыкальным редактором на радио, сочиняли песенки, и это реально кошмарные просто. Представить сюжет Гладков сочинял, невозможных, никто не помнит. Ну, Анофрий в основном пел, выпускали диск, нормально, зарабатывали. Ну, и мюзикл сочинем, давай сочинем, хорошо. Ну, и Бринский музыкант, давай Бринский музыкант, хорошо. И Энтин вначале написал тексты. Обычным композитором пишут вначале музыку, а уже потом текстовик. Наоборот. И он сидит, работает Энтин на радио, Гладков ему звонит и говорит, слушай, что у меня получилось. И стал петь, ничего, на свете лучше нет. И Энтин это как услышал, он говорит, меня был потрясен. Говорит, Ген, ты что-то реально сочинил? А он говорит, я еще одну сочинил. И он говорит, ты какую-то сыграл из Бринских, а там все гениальные. Не помню какую, никто не помнит. И тут у Энтина интересная мысль возникла. С одной стороны, он почувствовал зов к новой свободе, чтобы уходить со скучной работы музыкального редактора. А с другой стороны, он почувствовал зов нового бабла. Потому что он понял, что на этой песне ее будут петь во всех ресторанах. А это значит, ну это дико обогащались композиции, уже от каждого исполнения в ресторане, а страна-то огромная, падало денежкой. Поэтому нереально они жили. Но он все понял, он абсолютно был уверен. И он пришел и взял расчет с работы. Но он абсолютно угадал. Единственное, он, конечно, не угадал одного, что успех будет колоссальный совершенно. Причем диск выйдет одновременно с мультфильмом. И мультфильм так, ну иллюстрация. И все запомнят в первую очередь диск. Хотя вообще обычные в первую очередь визуальные изображения все запоминают. В первую очередь, только потом аудио. Так человеческий мозг устроен. А тут было все наоборот. И так открылся клапан в новое время, в 70-е годы. И на зов бременских музыкантов ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. На зов этой вольницы новой. И на зов новых денег. Хотя бременские музыканты были бессребренники. Но и на зов новых денег. Вообще на зов всего чего-то совершенно нового. Вслед за бременскими музыкантами двинутся поколения композиторов. 13-й ролик. Давайте немножко напомним. Бременские музыканты. Мультфильм. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е-е. Да. Первый композитор-исполнитель, который стал сам петь, как бы разговаривая со слушателем. Ну, конечно, все от него ждали. Правда, никто не ожидал, что он напишет именно это. Это был тоже проба пера. Но еще никто и не ожидал, что вообще появится такой фильм. Я имею в виду фильм «Король олень», который на сегодняшний день не так уж сильно помнят. Дело в том, что, ну, конечно, картина была совершенно новаторской, потому что она была сверхнарочито, сверхмегаусловной. И все строилось на музыке, потому что музыки там, в принципе, больше, чем слов. То есть это уже практически вот подход к рок-опере, но какой-то не похожий совсем на того же Иисуса Христа «Суперстар». Это какой-то наш отдельный мюзикл, явно еще и с традициями оперетты. Но, как рассказывал мне Арсенов, режиссер этого фильма, он говорит, ну, я выбирал композиторов, конечно. Потому что мы с Тривердиевым работали на предыдущей картине, потрясающей, кстати, картине, если кто не видел, посмотрите, вы будете потрясены. Она совершенно безумная. «Спасите утопающего». Там Тривердиев много чего написал. Но здесь он все равно одного-другого попробовал. Еще, конечно, никто не знал. Бремские музыканты еще толком не вышли. Это все практически одновременно было. Еще не возникла плеяда этих композиторов. Еще не возникло этого нового сознания. Ну, и Тривердиев сразу нашел какую-то не свою интонацию. Абсолютно не свою. Не речитативно-лирическую, медитативно-меланхолическую. Нет. Нет. А вот какую. И это была интонация уж совсем нового времени. А уж как у Тривердиева, которую всегда крайне узнаваем по почерку, она проявилась и воплотилась. Это удивительно. А это стали летать какие-то новые ангелы. И именно трубить золотую трубу. Четырнадцатый ролик «Король-олень». «Король-олень» Королевскую О, мой король, в душе моей Поют сто тысяч столовьёв, Когда вас вижу, когда вас вижу, Когда вас вижу. О, мой король, в душе моей Святой Сергей. О, мой король, в душе моей А дальше следующая вещь произошла. Арсенов снял «Король олень», Показали худсовет. Худсовет – это не госприёмка, Это гораздо лучше, это из своих товарищей, из кинетографистов. И все опускают бюллетени в орну. Какую категорию дать? Так вот сказали, что, слушай, Паш Арсенову, ты снял полную дрянь вообще. Бред какой-то вообще. Что? Это вообще не кино. Это какая-то хрень какая-то собачья. Просто. То есть практически единогласно была третья категория. Это значит крайне ограниченный прокат. Да и реально арт-хаус. Ну раз ограниченный, значит ограниченный. Кое-как выпустили. Элитных кинотеатров, которые будут созданы с 80-го года, тогда ещё не было. В общем, запустили клубы по окраинам. И вдруг, и вдруг, и вдруг. Как ни странно, зритель эту картину очень принял. Она очень понравилась. Она стала цитироваться. А это и было. Вот это. Зов нового времени. Зритель почувствовал лучше, чем кинематографисты. Чем профессионалы. И действительно. И ведь действительно. И сейчас уже должно было хлынуть. Ну какое-то невероятное великолепие. И сделали, между прочим, первый фильм. Здесь ещё говорят в Короле Лени. Мало, но говорят. Кстати, ещё раз могу сказать. В жизни не скажешь, что это ревердиво. Это что, на иронию судьбы похоже? Или на 17 мгновения весны? Это совершенно другое что-то. И именно. Начинается карнавальная, праздничная, утончённая стилистика. Иллюзий, фиг в кармане. Игры по умолчанию. Мы говорим одно поджигаем другое. Думаем третье. А вы у нас хотите вырезать и это. Но мы специально его вставим для того, чтобы его вырезали. А подставим другое. Ну вообще договоримся. Пошла уже эта игра. Но она пошла именно под эгидой вот этого третьего направления. А ведь и третье направление – это вот эти самые композиторы. Рыбников, Гладков, которые я назвал. Артеми. Они же между находятся. Массовым и элитарным. Симфонической музыкой и попсовой. А то и оперетой. А то и авангардом. Чего там только нету. Стилистика 60-х чёткая. Лирика такая задумчивая, печальная. Экзистенциальная. А здесь им начинается какой-то карнавал. Но тут его начинают обрывать. Его начинает обрывать время начала 70-х. Начинается жуткая стагнация. Экономический упадок. Открыли нефть. Много. А экономический упадок всё больше и больше. Очереди. Раздражение к власти. Постепенно начинается. В начале 70-х. Какая-то духовная плохая атмосфера. Очень плохое кино стало после 60-х годов. Средний уровень упал. И не случайно на Солярис. Чистый арт-хаус. Его выпустили в октябре и в России. Очереди стояли. Ну потому что зрелище. Смотреть нечего. Фильмы какие-то вялые стали. На чёрно-белой плёнке. Большинство мы их и не помним. И, наконец, в 73-й год уже такой ужас был, что Брежнев сказал с трибуны. Но что-то надо делать со средним фильмом. Только это не средний фильм. Это плохой фильм. Средний его назвать очень сложно. В 73-й год это сила была просто. Вообще смотреть нечего. Но посреди этого пробивается, пробивается, пробивается именно мюзикл, 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 мюзикл. Снимают действительно первую рок-оперу. Точнее, я бы сказал, какую-то диксилент-оперу. Где никто не разговаривает. Вообще. Все только поют. Сестра музыканта. Музыку пишет Мурат Кожлаев. Который вот к иностранке писал. Кстати, все думают, что девочка поет иностранные твисты. На самом деле это Мурат Кожлаев. Он протейбл фантастический. Он стилизовал всё, что угодно. Ну и, соответственно, он-то и должен был писать музыку к фильму роман «Совлюблёнка». Который Кончаловский задумывает бомбой. Конечно. И бомба получилась. Не все угадали смысл этого фильма, но потрясение было смачное. Какое счастье, что он не взял Кожлаева, а нашёл Градского. Господи. Кожлаев стилизатор, не более того. Хороший стилизатор. А Градский покруче будет. Да и помелодичнее Кожлаева. Но, в принципе, сам Кожлаев его с Градским познакомил. Потому что сам Кожлаев думал, а потянет ли он такую... Господи, как это даже назвать? Это не рок-опера. Это действо, некое действо. И так и задумывается, что первая серия – это удивительный, совершенно прекрасный мир, куда попадает советский человек. Счастье, молодость, любовь. И все говорят речитативом, причём таким пафосным речитативом. А вторая серия – страшная совершенно. Когда уже всё чёрно-белое, гиперреализм, герой спивается. Женился на какой-то лохудоре, который у Купченко бедный играет. Страшно, значит, ухудшенное визуально. И выясняется, что тот трубач, который выиграл Самоктуновский, который был богом, собственно говоря, и появлялся везде, вездесущий. Вездесущий трубач. Что оказывается, это какой-то сосед обычный, с которым и говорить-то не о чём ему в магазине. В общем, ужас полный. Но в финале, когда главный герой понимает, что он не любит свою жену, женился просто так, может, просто для того, чтобы не спиваться дальше. А он обычно водитель троллейбуса и показывает маршрут туда-сюда, туда-сюда. Тяжёлая серая жизнь показывает. Вот. И он выходит, ему и пить-то не хочется. Он выходит, да, Кендинов, в конце, и звучит песня, сильно задевающая за живое. Вот я даже вспомнил, у меня просто слеза идёт. Ходит сон да бродит сон, по земле холодный бродит сон негодный, ах, какой негодный тот сон. И такое ощущение, что он вообще умер. Он открывает окно, там ничего нет за этим окном. Вообще ничего нет. Пустое небо. Но, хор, спасибо, спасибо России. Спасибо за то, что мы многое поняли. И фильм выходит в 1974 году. И это удивительно прорывный год. И всё в первую очередь благодаря музыке. Или связано очень сильно с музыкой. Потому что вышел, например, фильм, о котором мы тогда немеренно все говорили. Тоже мюзик Максима Дунаевского. «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Там музыканты летали по городу. Опять появляется некий бог, который играет Ирлан Быков. Он хозяин летающего оркестра. Они везде. Они озаряют это действо. Они постоянно поют. Идёт игра. Как и сказано тоже в мюзикле «Свадьба Коричинского» того же 1974 года. Игра, идёт игра. И идёт вдохновение. Идёт уход в прекрасные миры. Хорошо. Да, действительность все реет с каждым днём. Понятно всё. Но мы будем находить свой праздник, свой карнавал. Мы будем уходить в свои собственные придуманные миры. И чем эти миры будут прекрасней, тем лучше, тем счастливее мы себя почувствуем. И уходили. Но я хочу вам показать, как, может быть, не до конца посмотрим, потому что время уже немножко поджимает. Всё-таки первое, самое первое начало, да, роман «Совлюблённых», первые три минуты. И какого нового типа музыка была, естественно, потому что впервые рок-музыка появилась, «Градский». Естественно, фильм культовым стал. Люди считывали эту картину как повесть о конце любви. На самом деле всё было гораздо сложнее. Здесь была вот метафизика времени, метафизика советского человека. И второй кусок. Рука не поднялась сокращать. Это смерть героя в первой серии. Он вернулся с армии, значит, она вышла замуж за другого, и он начал спиваться. Но это будет не то спивание, уже более страшное, чем во второй серии. Это будет первый путь падения, но заканчивающийся смертью. В том-то и дело, что смертью. А дальше некое послесмертие, то есть реальная жизнь. И здесь он действительно умер. И посмотрите, соответственно, как это сделано. Дим, внимание, если я скажу, что первый ролик сократим, что он довольно длинный, то ты его, значит, всё останови, и тогда сразу мы идём на второй ролик. «Пятнадцать и шестнадцать». Роман «Совлюблённых». Синева Но поёт голос Абградского. «Блеск воды» «Только я и ты» «Нет ни дней, ни часов, ни минут» «Облака в тишине» «Словно белые птицы» Только я и ты Да только я и ты Да ты и я Только мы с тобой Да только мы с тобой Да мы с тобой Было так всегда Будет так всегда Все в мире любовь Да лишь она Да лишь она Пусть плывут века Словно облака Любви не будет конца Во все времена Следующий ролик Только я и ты Кто здесь берет меня Когда я там сражался Сто раз Со всех Кто Мало вам Я должен Содолжал Мало вам Пожмите Я не должник Я никому Не должен Если я один Если я один Пусть будет так Я выпью Но если ты один То разве это ты Приди в себя Опомнись Веди себя достойно Все правильно Все гармонично Но кровь Течет За что Меня Что Я не сделал В чем Провинился Как больно Сергей Она Пришла Ты Остановись Ради всего Ради облаков И солнца Ради того Как плакала Другая Которая Ждала И год Был осенью И птицы Улетали Остановись Ты плачешь? Да Господи Как больно Ты Узнаешь Меня? Да Узнаю Он мой Любимый Он мой Могуш Он мой Любимый Он мой Могуш Я слышу Будьте И счастливы Прости Которая Прощаю Игорь Вот моя Рука Вот моя Будьте счастливы Альбатрос Мой брат Трубач Все Я вас люблю Я с вами Труби Трубач 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 КОНЕЦ Ну и вот дальше это будет, значит, страшная достаточно вторая серия, полностью меняющая стилистику этой картины, переводящую ее в такой полудокументальный реализм, очень близкий к тому, что потом будет названо словом «Чернуха». А сейчас я покажу вам без каких-либо комментариев, комментарии будут после, очень известный отрывок из «Колены красной» и скажу, почему он мне так нужен здесь. 18, «Колена красной». Народ для разврата собрался. О, Господи, Боже мой! Прямо девочки с персиками. Мил человек, ты все же объясни нам, чего мы празднуем. Ну, дядя и тетя, давайте будем начинать кушать. Не торопитесь, мечите пореже. Мил человек, ты все же объяснил. Хочет душа простого человека праздника, как герой Егор Прокутин в «Колене красной». Интеллигенция-то есть куда выпрыгнуть, вот в некие удивительные иллюзорные миры, да и городским есть куда выпрыгнуть. Средний класс тогда главная публика в 70-е годы. Они считывают какой-то роман со влюбленных, а простому человеку куда деваться. Душа требует праздника, а никого праздника нет. Потому что, естественно, когда в стране экономическое ухудшение, очереди и дефициты, и все хуже и хуже становится, раздражение у народа, естественно, возникает. Но праздник-то хочется, вырваться-то вот в это удивительное пространство, хоть «Короля оленя», хоть «Роман со влюбленных» хочется. И вот что получается. Пришли Крачковские. Я когда в 12 лет по телевизору смотрел эту картину, я тогда подумал, мне цена очень не понравилась, потому что я не понял. И, кстати, я был прав, что она мне не понравилась. Я думаю, да вообще после такого праздника человек хотел Мерлин Монро получить. Он ему заказал, телок он ему заказал, бордельеро, несколько раз сказал, дурову, официанту, ушлому. Надо же соображать, что человек с Северов приехал. Он сказал, я с Северов, да понятно, что зэк. Ну или вообще ушлый, тертый, калач опасный приехал. Такой перо в боку может ставить. Ну за такой, конечно, ему перо полагалось бы. Ты что, дядя вообще-то, с дуба рухнул? Ты что мне Крачковских с мужиками старыми понагнал? Я что, жрач, что ли, с ним пришел? Я тебе бордельеро просил. А тут как-то нормально смазано. И я таким недоумением эту сцену посмотрел. И сразу полез в Шукшина. А очень сложно было прочесть сценарий Калины Красной. Ну конечно, там было не так все. А было там следующее. Конечно, дуров не идиот. Конечно, он ему пригнал тех, которые готовы дать. В этом Урюпинске. И вот он вышел выбирать. Причем сцену сняли. Ее разрешили. Такую достаточно смелую для 1973 года. Но они все были такие какие-то некрасивые, провинциальные, скучные. Как жалко стало Егору. Да, брошенки какие-то, одиночки. Ну пускай до 40 лет, а все равно неинтересные. Ну какие в этом Урюпинске можно было Мерлин Монро найти? В том-то и дело. Об этом и речь. Он ходил, выбирал. И расхотелся ему по полной программе. Подошел к дурову и говорит, закрывай. Но, конечно, он ему заплатил. Потому что тот раз старался. Все, что могу. Все, что могу. А действительно, он что, проститут каких-то мог нагнать? Мерлин Монро мог нагнать? Сейчас. Брежит Бордо. Ну тот-то думал, Брежит Бордо. Ему же праздника души хотелось. Ему же тоже хотелось иллюзии. Ему тоже хотелось выпрыгнуть. Хотелось в удивительный какой-то прекрасный мир. Он мечтал об этом бордельера на зоне. Представляю себе как. Ну вот и что он получил. И Шукшин здоров. Он и сам потом говорил, что это ошибка. Он снял эту сцену. А потом что-то... Нет, надо жестче. Чтобы вот именно Крачковские пришли. Чтобы ощущение мещанства какое-то было. Ну и испортил, по-моему, сцену. Хотя, конечно, фраза «Народ для разврата готов» останется в народе, как крылатые выражения, думаю. На все оставшиеся времена. На все времена, как пели в фильме «Роман совлюбленный». И 1974 год, значит, еще больше открыл этот клапан. И этот клапан расстается рогом изобилия. Потому что действительно хлынуло. Ну и появляется, наверное, вот после «Калины красной» Иван Васильевич меняет профессию. Третья культовая картинка, которую все знают. Ирония судьбы. Мы не будем смотреть отрывок. Вы ее все наизусть знаете. Привет, Владимир. Значит, вы ее все знаете. Но как интересно, что Рязанов в эту картину, которую, в общем, мюзикла никого не требует, вводит целых 10 песен, написанных Теревердиевым. Это очень много. Целиком. На какие-то стихи не очень понятных поэтов, не очень издаваемых. Или которых очень сложно купить. Какая-то Цветаева. Не все знают, кто это такая. Ну, ладно, Пастернак. Вроде слышали. Да, ну да, был какой-то нехороший человек. Ну, Ахмадолина. Ну, это понятно. Ну, это все какие-то такие нестандартные товарищи. Это не Ашанин, не Шафиран, не Танич, которые на слуху. Это шинки-то другие. Ну, конечно, смысл этого фильма «Ирония судьбы» возникает в начале картины, где эти серые дома спарных районов идут по всему. Мы как-то забываем об этом мультифлекционном прологе. Они идут по всему. Художник там что-то рисует. Они художника затоптали. Все затоптали. Наступают серые дома. Серость наступает на мир. Что нам остается делать? Да, попал, конечно, Папиянки в ту же самую квартиру в другом городе. Да такой же точной улицей. Жуткий мир стандарта. Ну, что нам с этим сделать? Мы распознаем друг друга, потому что мы поем Куджаву, мы поем Ахмадулину, мы поем Евтушенко, Маугли, ты ядной крови, а Ипполит не наш. Советский. А советский значит карьерист. И это все чувствуется. А карьерист значит плохой. Карьеру может делать только плохой человек. Сейчас. Это все по умолчанию. Занудный. А Мяков ироничный. А это уже спасение. Так он и сам поет песни. Оказывается, Ипполит песен петь не будет. А что он поет? Что-то такое очень странное. Если у вас нету тети, а если вы не живете, то вам и не умирать. Это что такое вообще? Ну, я спросил у Ясеня, конечно. А это уже, естественно, протягивание руки к тем же песням, которые поет брельско-голосом пугачу. И опять этот код считывается совершенно. Песни сразу становятся культовыми. Абсолютно не попсовые песни. Сильно, кстати, сомневаюсь, что если бы сейчас вышел фильм с такими песнями, то эти песни стали бы известными вообще. Сложные очень. Нет. Их тут же начали петь. Помню, мне было тогда 6 лет. Мы с мамой ездили по разным домам отдыха, санаторием. И люди, люди, обычные люди совершенно пели. Конечно, в первую очередь мне нравится, что вы больны не мной, забывая слова. Поди запомни, даже за двух просмотров. Было всего два по телевизору на тот момент. Ну, хорошо, хоть два. Обычно один бывает. До свидания. Дальше ждите 10 лет. Значит, и я спросил у Ясеня, конечно. Я спросил у Ясеня, запоминался, безусловно. Эта песня запоминалась, и слова запоминались. Но сейчас бы такого тоже не могло быть. Слова вошли просто в людей. Вошли. С двух просмотров вошли им в мозг. Еще не было выпущено пластинку. Мы, конечно, ее выпустили. Но она выйдет только в 77-м, а я про 76-й, а фильм 75-го. Настолько возникает тоска по вот этому новому какому-то отдельному пространству, отдельного человека. Культовой становится песня. Есть только миг. Это голос отдельного человека. Он не похож на 60-я, который жил в прекрасной вольнице, где народ, власть, интеллигенция, ну, переругиваясь друг с другом, но шли к единой цели. Социализм с человеческим лицом, подсердонимом коммунизм. Шли навстречу солнцу. Потом у них к концу 60-х годов уже ничего не получалось. Но все-таки было никакое единое пространство, нет. Здесь все разошлись по своим лакунам, но где очень важно было слышать. Создаешь ли ты мне праздник души? Маугли, мы с тобой одной кровью или нет? Вот так ощупывают друг друга через песни герои Брыльской и Мехкова. «Ворвание судьбы». Ну и, конечно, все это пространство превращается в совершенно новый кинематограф уже 75-го года, где возникает тема трагического карнавала. С Иваном Васильевичем этой профессии у нас не снято в те годы ни одной смешной комедии. Только трагикомедии. Только. Не хочется никому смеяться. Всем стало грустно. А образ трагического карнавала воплощает, с одной стороны, Михалков русский, с другой стороны, Марк Захаров еврейский. Захаров с Гориным через иронию, отстранение, парадокс. И все их герои имеют некий еврейский кодекс. Они точно знают, что они хотят. Каждый по-своему. У всех мировоззрение. От губернатора и охотника до Мюнхгаузена и так далее. А герои Михалкова русские, они мечутся. Все не так, ребята. Тоска и боль их снедает. Что-то не получается, объяснить до конца не могут. Чисто русское сознание. Как у Шукшина, в том числе. Вот. Так и у Шукшина карнавал. Все его произведения, они штраки комедии. В первую очередь, имею в виду его как писателя. Ну и фильмы тоже. И в «Колине красной». Как много юмора. Как он спасает эту картину. Как он ее поднимает. Парадокс. Ирония. То русская, то еврейская. Фигуры отстранения. Игра, карнавал. Выходит порой и в высокую трагедию. И опять, конечно, важна эта музыка. Музыка именно третьего направления. И в эстраде она становится главенствующим. Это Тухманов, это Зацепин. Это уже и Пахмутова. Как молоды мы были. Что это такое? Это реквим по вольнице 60-х годов. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. А теперь вы кто? Как мы выродились? Нас цветы уже с усмешками встречают. Как молоды мы были. А они еще молодые. По 35 все. 60-х. Они еще молодые. Но уже ощущение тоски, ностальгии и старости. Раба любви. Девятнадцатый ролик. Предпоследний. Где же ты мечта? Где же ты мечта? Слышу я. То ли это смех. Смех. То ли это плач. Плач. Это ты любовь. Господа. Господа. Вы звери. Господа. Вы будете проклятой своей страной. Солдат. Моя душа. Возьми ее в ладу. Успокой. Верю я в тебя. Да. Верю я в мечту. Да. Верю я в любовь. Да. Верю я в любовь. Верю я в любовь. Верю я в любовь. Верю я в любовь. Впервые появившийся на экране уже реальный бог, которого говорит Янковский, также и загримированный седая борода. Верю я в любовь. Храм. Последний храм. Искусство и культура. Поэтому страна была самой читающей. Бога нет, никто его не знает. В церквях одни старушки. Как он вообще параллелен был тогда. А искусство становится поэтому все более сильным внутренним, все более энергетическим. Ну, конечно, не все. Огромный серый пласт и в кино, и в литературе. Но лучшие произведения, их много, а они, зато они мощные совершенно. Они несут себе вот эту новую духотворенность, совершенно нового карнавала. Но все больше и больше социального кино становится в конце 70-х. Уж в начале 80-х. И уже даже чернушного. И уже даже страшноватого. И после некоторых картин я выходил совершенно вообще убитый. Помню, в 10 лет, в 11. С нами так не разговаривали. Уже многие вещи назывались своими именами. Экономическая ситуация становилась все хуже и хуже. А лидер дряхлее и дряхлее. Анекдотов о нем все больше. Последний бог, последний оплот свергнут. Очень много анекдотов о Ленине. Уже юмор-висельник пошел. Это ощущение тоски. Для меня переломом вообще сознания в том времени было 12 лет. Это был фильм «Слезы капали». Где у меня впервые закапали слезы. Я сам не знаю почему. И произошло это именно на этой сцене. И, конечно, это опять связано с песней. Опять связано с музыкой. «Корабель любил музыку» писал Эдуард Артемьев. А к фильму «Слезы капали» постоянный соавтор Георгия Данелия Ге Кончелин. Новая веселая кинокомедия «Слезы капали» была написана. Все пришли, Данелия, ну посмеемся. Он после самоубийства, после попытки самоубийства, он снимал. Он говорит, у меня было ощущение, что все, дальше ехать некуда. Мы приехали. Остановился поезд. Через год выйдет фильм «Обдраши». Он все уже, все, все. Надо что-то делать. Невозможно. И действительно, я помню, это 83-84 годы. Это, конечно, кошмар. Это ощущение тоски. Всю жизнь вот так, что ли? Да. Ни о какой-то перестройке, ни о каком капитализме, ни о чем вообще никто не думал. Конечно, всю жизнь. Остается куда-то уходить. Но путь уже в замкнутом круге. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. Написал какой-то неизвестный мне Геннадий Шпаликов. Думаю, какой хороший поэт. А кто это такой? А вроде на его словописни какие-то создаются. Наверное, текстовик какой-то. Я ничего в нем не знал, что он покончил самоубийством, не знал. Но как важно, что поет эту песню сам Данелия. Он ею прощается с шестьдесятами. И отчасти он прощается как бы, как и герой его. Который будет тоже на грани самоубийства. Да, Леонов в этом фильме? Да и несколько раз попытается. Несколько раз-то не получится. Вот. Это уже уйти хочется. Куда-то. Ну, уже и карнавал ушел. Все. Праздник закончился. Приходится возвращаться назад. Последний отрывок «21-й слезы кап». Людей теряют только раз. И след теряя не находят. А человек гостит у вас. Прощается и в ночь уходит. 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 А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Уходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вернем, перевернем и праздник для него устроим. Ну, чтобы не заканчивать на столь печальной ноте, чтобы слезы не закапали. Все-таки я понимаю, нет. Давайте не громко, давайте в полголоса. На этот раз уже действительно в полголоса. Мы простимся с этим временем, с этой эпохой. Мы простимся светло. Великой песней Гладкова. Кстати, он ее написал во время запоя, когда он вошел в какое-то совершенно отдельное состояние. Но именно с этого отдельного состояния, тоже в карнавал свой собственный вошел. Скоро он завершен. Но он открыл себя. Гладков же, он волшебник такой. У него дальше пошла волшебная музыка. Он постоянно ее стал писать. Тоже как интересно. Какая характерная краска времени. Человек уже жил в каком-то своем иллюзорном пространстве, но при этом он там создавал великие произведения. 20-й отрывок «Обыкновенное чудо». Давайте негромко. Я его прерву. Ну, песня известная. Давайте негромко. Давайте в пол голоса. Давайте простимся светло. Неделя да другая. И мы успокоимся. Что было, то было. Прошло. Конечно, ужасно. Меретно, бессмысленно. Ах, как бы начало вернуть. Начало вернуть невозможно, немыслимо. И так же, не думай, забудь. Займемся обедом, займемся нарядами, Заполним заботами быть. Как легче, не так ли, а проще, неправда ли, Неправда ли меньше болит. Мы будем хитрить. Мы будем хитрить, И судьбу заговаривать, И Богу не стоит труба. Да-да, господа, не о вас мы когда-нибудь, А больше уже и когда-нибудь. Захарову было очень важно, чтобы была вокруг пустыни. Отдельный мир, а вокруг ничего нет. Может, вообще ничего нет. Может, это вообще на том свете происходит. Отдельная пустыня прекрасного мира, Который создает герой Янховского. Не волшебник назван, как у Шварца, А хозяин. А хозяин, ну, намек, конечно, отчасти, Бог. Но пустыня вокруг прекрасного мира 70-х Все более и более увеличивается, И она уже скоро готова будет превратиться в кинзадзу, О чем Данелли и снимает. Но фильм не попадает во время, Потому что начнутся новые времена, Безумные, Где уже скоро будет не до жира быть выживу, И все пойдет не так, как хотелось, И все пойдет совершенно в другую сторону. Но и там своя энергетика возникнет. А мы простимся с прекрасной эпохой культуры, 70-х и 80-х годов, Простимся светло. Спасибо.